Ну, слово я как бы отчет дам. В прошлый раз я не успел дать. Спрашиваю всегда, начиная с молитвы. Кто-то говорил, не хватило молитвы, а сестра, ну, где-то, муха, еще сделала. Так, кому дать, если не крат, молитву? Так, еще. Вы, чтобы лентине барышневой, дайте ей перебор. Так, ну, Елене, сестре, вот, подай там. Я сейчас сразу и спрошу. Но это недели. Кто молился так, как здесь написано, селекратный день? Как Давид говорит, Салом 118, 164. Прославляю Бога за суды Его, не за то, что получил и нравятся. Суды. Поднимите руку, чтобы я увидел, что я не напрасно кружусь. Один день, да? Даже один день, это то хорошо. Ни одного дня не пропускать. Вот считайте себя должен перед Богом, должен. Я называю некоторых людей, которые мы лично не встречали, таких, как царь и порог добив. Подружитесь с ним. Иоанн Златоуст говорит, при множестве государственных дел он находил время, семикратный день, прославлять Бога за то, что Его гоняют, за то, что охотятся, что убивают, Он ускользнул, за суды. Вам это понятно? Если ты, говорит, начальник, начальствуй с усердием. Избирали одного, говорит, и епископа, он никак не соглашается, это житие святых. Он говорит, почему? А я, говорит, и епископ. А над чем? Над желудком своим. Вот эти болезни, когда у нас идут, это не то, что от неправильного питания, как правило, от дипсом, а от обжорства. Лишние килограммы. И сердце, почки, под глазами, коленях, весь человек от подошвы ноги до темени головы. Как одна пишет, я болела столько-то, сбросил человек 64 килограмма. Сбросил. Все до одной болячки ушлись. И нету. Другая на кремлевской диете сидела, точно та же. Газеты, центральные аргументы по акту об этом пишут. Ну как так неудержимо? Ну лишнее-то зачем тебе таскать? Вот оно и такое идет. Теперь я как бы отчет хотел дать на своей необычной должности, которая должна ревновать. Я не только староста. По старости тут помещение есть, тепло. Благодарим Бога, священник есть. Ну все, что требуется по моей должности. Лагеря нет, но теперь приезжаю в деревню, и мы по лагерному уставу так все и живем. Купили несколько домов люди. Тут тоже я отчет дал. У меня очень необычная, редкая во всех отношениях должность. Должность, я считаю, попечитель. Я должен знать все нужды. Я стал об этом размышлять. Как бы вы не повинны перед Богом. Я увидел, что забота о теле не на первом месте, а о душе. А как о душе? Очень просто. Чтобы душа спаслась. Я должен об этом заботиться. Вот потому что я раздаю, это уже мое попечительство. Смотрите, я раздаю. Нуждаются. Я попросил следствия на одну скамейку. Вот брат, второго брата нету. Он что, заболел или что? Нет, он дома на дежурстве остался. На дежурстве? Нет. Ну вот вы знаете, мать у них умерла в 42 года. Анастасия Валерьевна. Отец в выходной доме. И мы тут образовали фонд с помощью. Я еще раз напомню обо всем этом. При них. И мне нужны здесь два будут человека еще отсюда. И чтобы вы знали. У них заботы такой, что вот настоящий нет никакой. Мы. Они для меня как дети, как внуки. Я ежедневно их перед собой вижу. И я очень ревную об этом. О чем я сказал. Чтобы фонд был образован не менее как семизначной цифрой. Сразу по порядку. Мне все время кто-то дает деньги. Помаленьку. Два раза в год приходится снимать их. Вот такой телефончик. Вчера опять 500 рублей скинули. Стали с ним снимать. Десятину снимают. За то, что я снимаю 10 тысяч. Тысячу отдаю им. Может, знает кто-то другой выход какой-то. Я всем объявляю. Не посылайте мне сюда. Мне ни одна копейка не идет. Я никому никому не звоню. У меня экономия такая, что слушать легко. А рядом будешь жить, ты захочешься. Так. Подумайте, как снять. Мне сейчас нужно именно снять отсюда деньги. Которые уже два раза в год было. По 7 тысяч, по 10. Нужно снять. На, тихо. Вам надо к этому телефону привязать карту. И люди, зная телефон, будут кидать на карту. Так все сейчас делают. Мне не надо. А с карты тоже снимают деньги? Не снимают. Так, все. Потом после меня скажите. Я ежедневно. За... 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 Чудения карты снимают каждый год. Чего вы сказки рассказываете? Я пора попросить... Бесплатно, бесплатно. С них не снимают. А попробуйте, подумайте, чуть попозже. Я ежедневно выставляю один ролик. Идет тысячу, тысячу. Там 70-й уже ролик. События дня. И начинается дальше. Просьба ко всем. И дальше. Какое родились их имена. Все есть. И показываю, как батюшка посещал. Поминки были. Отпевания. Все здесь. Безобманно. Говорю, кто такой отец. Выходи мой. Кто может помочь. И привязка, как к телефону. Это Галина Александровна. Загуляева. К ней. Мне не надо. Я объявляю это ежедневно. Мало того, пояснение даю. Потому что много мошенничают. Ну зайдите, посмотрите. Вот они рядом. Я отдельный ролик выставлю о них. Так, напрягитесь маленько. Я сейчас одно дело скажу. Апостол Павел говорит. Христос об этом говорит. И плод приносит 30, 60, 100 крат. Может быть, отмечены эти цифры. Но я подумал, именно три. Меньше, если где. А меньше нет. У нас есть пятизначная оценка. Единица, два, три, четыре, пять. Кончил на пятерке. Придумали слово хорошис. Это на четверке, если где-то есть. И я почему-то подумал, что тройка это государственная отметка. С тройкой тоже выдают адестат и все. С бойкой не выдают. Ему надо повторно что-то делать. И вот это 30 крат это на тройку. У нас Евангелие, в котором по благословению написано, патриарх и Кирилл вышли. Там, в притворе. В тамбуре. Берите по 30. И начинайте раздавать и работать. Я о вас заботюсь, о ваших душах. Что посеешь, что пожнешь. Какие-то души обратятся. У меня постоянно новые люди приходят и отцом называют. Какой я отец? А я через башню нашел. Ну, ни худо, ни бедно. Посещаемость 27 миллионов. Это на нашем ютубе. Миллионов просмотров. И новые люди все время приходят. А которые приходят настолько неревностные. Просят, чем как помочь. Все распространяют. А вы рядом здесь и не спрашивайте. Может быть, настолько тайно и настолько истинно, что боитесь, чтобы вас знали? Свет ваш засветит перед людьми. Не под столом с меща стоит. Город на вершины горы не может учиться. Бог запрещает тщеславиться. Больше ничего в этом нет. Они так, что дело левое не знает правое. Левое и правое. Тут легко объяснить. Бывает семейное кто-то против. Сделал тайну, да ну и все. Моя задача стоит здесь. Теперь я к ним обращаюсь. Вы меня слышите? Ни копейки никто не получит, когда он покинет православную веру. Никто. Заранее, чтобы вы знали. Дальше. Поделить поровну. И вчера я молился об этом, и вдруг мне мысль пришла. А поровну-то не получится. За это время что-то может произойти. Кто-то заболел. Без вашего согласия мы ничего делать не будем. Уже решение первое, слова я уже выпустил. Поровну. А потом думаю, не поровну, но теперь уже с вашего согласия. Она заболела. Ей срочно нужна помощь. А там, которая сумма наберется, та сумма делится пором, по четвертинке каждому. Но я скажу, семизначное это один миллион. По 250 тысяч. Ему нужно будет что-то на что-то. Вы согласны, что ваш пай будет уменьшаться за счет того, что часть средств будет взята на сестру или на брата? Ты согласна? Да. Ты согласна? Мне старо спросите. Я о пустых вещах как будто спрашиваю, но это надо. Я должен до конца дойти, чтобы потом вы не сказали, чтобы мы были неверными в слове своем. Я ежедневно обращаюсь. Теперь обращаюсь к вам. Вы как считаете, им можно помочь? Решение общины я уже знаю, но мне хочется вас увидеть. Вы согласны помогать? Конечно. Ну, однажды, 30 крат сделайте. На тройку хотя бы сдайте. По одной пенсии за месяц вложите в это через Галину Александровну. Ну, кто не может? Ну, половина. Ну, вложи, не обеднеешь ты, поверь. Тебе Бог положит на сердце это. Приходили, имение к ногам апостола вложили. Мне ни одна копейка ниоткуда не попадает. Мне в Америке ни одного цента, ни одно мороженое не могли скормить. Дорога ездили, наши братья что-то брали, мороженое или рыба дорогая. Я не ел, я ходил с табакой гулял. Они знают, брат Николай, подтвердит. И из-за того, что я не хочу, из-за того, что у меня другой стиль. Я никого не побуждаю поступать так. Но один раз помогите мне, потому что я попечитель и забочусь. По одной пенсии там или что у вас есть, месячный заработок, положите, чтобы сдвинулось место. И откуда-то из мне, может быть, поступает, но почти нет. Пока я не расшевелил людей. Потом я вот это, что говорю, дам. Так, кто не согласен с этим? Не стыдно? Поднимите руку. Против нету. Поэтому внутреннее ваше желание воплотите в дело. И Бог воздаст вам. Не десятину, из-за которой Господь говорит, отверзу небо. Пролью на вас милости. Но сделайте больше 10 десятин хотя бы один раз. Меня никто не заставлял. Я хвалюсь Господом. Ко мне не приходит. Один раз я услышал. В первый год, когда Евангелие получил. В 62-м году. Платить десятин. У меня как вспышка какая. Господи, дай мне силу. Девять десятин платить. По сегодняшний день. Заработал, что 90 на дело Божие. И 56 лет позади. Я никогда не был голодный. Повторяю только книги. Вот эти и сзади где-то. По сегодняшним деньгам где-то 55 миллионов. На 35 мы раздали бесплатно. Миллионов я о миллионах сегодняшних деньгах говорю. Сегодняшних. А денег-то у меня нету. На горющее, что мы ездили дорогой, я рассчитывался. Мой карман. Но он не мой. Это люди знали. Милостью Божией совершенно незнакомые. С других сторон, с других стран помогали. Я хвалюсь Господа. Моего ничего здесь нету. Вы не знаете, где ваши дети будут. Где мы будем. Стройте с места. Время уже достаточно прошло. С июля месяца. С августа там. С июля. Уже это известно было. Вложите. Через Галину Александровну. Все данные там через нее. Вы не против, что на нее? Я уже спрашивал об этом. Я заботчусь о вашей душе. Вы даете не им, а Богу, Христу. Господь говорит, посетил меня. Посетил его. Меня посетил. Помог ему. Меня. Мне помог. Книга Иова вся наполнена этим. Они, говорит, готовы были. Как говорят, сладкие. Сладкий ты мой. Сладкий, то есть. Они сцеловали его на нет. Говорят, один костяк бы остался. Как они его любили. Шерсть вся весь моих одевая. У нас вся нищета. Он нигде мимо не проходил. Вот этот фильм, который идет от Сибиряков и Накентия. Я не знал, куда деньги идти. Чубайс не знает, куда, но он и не даст здесь. А тот все каждый день. Фильм стоит такой. Посмотрите. Сибиряков. Сибиряков и Накентий. Помогите мне страшно бабу. Его канонизировали или канонизировать собираются? Помогите мне. Это перед самой революцией был человек, который золотой промышленник. И у него все толпились. Его чуть дурдом не отправили. Да разве можно так жить? А он там училище образует. При зрении бедных, где... Ну и царь услышанный с ним встречу имел. А он тогда ушел в монашество. Это живой, реальный человек. Наш, русский. О душе заботиться. Это о молитве. Я вам говорю как. Молитесь. Сейчас ты думаешь. Не думай. Просто ставь на молитву и доверь Господу. Господи, поверни мне что-то там внутри, о чем я слышал. Ты являешься... Вы знаете, как в притче рассказывается. Господь говорит, приду днем. Пришел. Да что ты пришел? Тут иди ко мне. Ах, не ставь. Ты некогда. Она до вечера их гоняла там. Один пришел, другой. Солдат на две ноги. А вечером Господь зашел. Это у него от Остового все описано. И он говорит. Не вмещается людей. Я тебе три раза приходил. Как? Я тут полы мыло все. Приготовила. Наскряпала тут и пельмешки. И все. Я приходил к тебе три раза. Ты меня не узнал. А теперь плач тебе. Он пришел к нам, Господь. Он здесь. Татьяне, нашей сестре, которая помощница мне в этом, всегда записываю Илариона. Он болеет. И болеет, похоже, очень и неизлечимо. Чтобы мы не просто взывали в церкви-то, там прослушать, себе запиши. Я на память читаю молитвы, все на память читаю. Но пришел момент сейчас, я стал в руки брать листик, потому что новые и новые люди поминают болящих. И один раз даже бежу что-то забыл, кто. А тут Борис Семенович один, вновь пришедший у нас там в занятиях. И он на операцию. И я его в конце записал, и один раз вернулся опять на молитву, и теперь заново уже пересчитал. Если я на молитву позернул, он отвлекся, я заново начинаю считать молитву. И не отойду, пока, Господи, не отшибешь от меня сатану. Значит, очень болен Кирилл Сахаров. Он приезжал сюда, был иугумен на Берсеневке, рядом с Христом Спасителем, храм, где есть. Его всегда записывайте. Вы себе запишите. Не в эту бумажку, которая она, а ты размножь, дадай другим. Вот эта вручка ее Софья. Молитесь о ней. Она нам родная и близкая. Она через бабу родная и прочее. Теперь каких людей только я знаю. У нас сегодня назвали четвертая Валентина. Одна Валентина, вы знаете, Фоменко. Другая здесь, Валентина Дмитриевна Маркетанова. Она за ними, Львов Николаевна, ухаживала. Шитику вы знаете, тоже Валентина. И сегодня вот назвали Валентину. Мы ее знаем. Сестра Игоря Владимировича Любонова. А Александра Ивановна, сестра Валентина Дмитриевна. Это мать. Мать. Ну, я говорю, сестра Валентина Дмитриевна. Тоже Валентина Дмитриевна. Значит, молитесь. Духовно. О котором говорили, молитесь об Александре. А Валерий, мужа в Америке, Наталья-то. Вы дома молитесь о нем. Вот представьте, ты всем раз перед Богом. Это не заклинание какое-то, а это смирение наше. Доверие, что Бог сказал. Где двое или трое. Собраны. Духом Святым. Во имя Его, то есть по Евангелию. Там и Он посреди. Он с тобой будет на молитве. И особенно заботчивость о пенсионерах. Никакого изменения не будет нам. Бог дал жизнь. Продлил ее за 70 лет. Жить человека 70 лет. Нет. Все чем-то занято, спрашиваю. Следующее воскресенье я опять спрашиваю. Поднимите все до одного руки пенсионера. Эту неделю укрепитесь. Пост. В среду уже пост начинается на этой неделе. Сегодня первый день недели. Уже 28-й будет. Ну, надо хоть на тройку-то сдать. 30-60-100 крат. Попросите Евангелия. Выходите сегодня на благовестие. В свой район или где-то выходите бесплатно. Подойдут спрашивают. А вот по благословению патриарха. Все. Ну, я же выдавал справки вам. Что закон Лаватай. Нас не трогают. Яровой. Мы зарегистрированы общно. Прошла перерегистрация. Я ничего один не сделаю. Тут брат Севастьян. Тут сестра Людмила Степановна. Я обихожен. И все время где-то что делать. Только дам скинул. Сын сделали. Молитесь, чтобы не ослабели. Чтобы не поколебались. А кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Заучите это наизусть. Ревность не так, что я раньше делал так, а сейчас я уже составил, скоблучился. Нет. Так не пойдет. Вот рядом старик он один. И он такой работяга. Гляжу, недели две нету. Как подойти не знаю к нему. Вчера гляжу, он на коленках в виде влоге отнялись. И там один ему помогает. Вот рядом. Он пошел за хлебом. Приходит домой, старуха зарезанная. Его поймали, наркоман. У нее было всего 700 рублей. Попутно сказать. Его звать вроде Митрофан. Чтобы как-то я мог подойти. Они уже говорили, давали Евангелие. Они не движутся. Я его помню. А сдвинуться в место никак. Не дано. Я попечитель, повторяю. И мое попечение знать нужды. И попечение, да и попечитель это особая должность. Настолько большая и великая. Это исповедник. Асистанат за Христа сидел, тебя крутили, вертели. Но живой остался. До мужчиника не дотянул. Бог, до чего ты тебе жизнь продлил. И поэтому мне дана возможность. Гречайшая. В гонину гонения. Кто будет там не выдержал, отступил. Ходотайствовать за них. Чтобы уменьшить непитимью. Что я говорю, я испытал, я знаю. Это очень тяжело. Тебя в один день по стенке размажут. Но мне Бог дал так, что и заключенные. И молились, и заступались. И близко ко мне не подпускали. Охрану выставили. Там, среди зэков. Притом я нигде не лебезил, ничего. Но что мне, если кто-то дал, оно тут же уходило на людей. Это они видели. Кого допрашивали? Благодать. Малые дети нуждаются в другом. Как их стронуть. Я сегодня им сказал. Вы были на экскурсиях в Потеряльке? В Голубятни. Алтайская правда. Большая такая газета. Губернская есть. И там написано. У злого человека голуби не водятся. Злые люди голубей не держат. Заголовки на развернутой так. У меня 3-4 голубят. И даже в дому. Уже статью в эту я вхожу. Можно уже определить. Я говорю, знаете, были святые, которые на столпах стояли. Симеон Столбник, Даниил Столбник. А у русских пошло в землю. Он выкопал там. Ну негде строить не еще. Никита Столбник, но только вниз. От уровня земли. Я говорю, вам понравилось на Голубяти? Я хочу сегодня экскурсию вам сделать. Сюда, в подпол, к нам. Сегодня у меня тут 8 человек, дети. Все останьтесь. Они пожелали. Как мы 3 вещества, 3 существа живые. Спасаем от голода, от холода. А они нам чем-то помогают. И вы их увидите. Увидите подвал, который на 12 человек могут расположить и картофель. И все. Это Бог сделал. Это вам перейдет все. Ну это... Ну какие мы? Уже никакие. Кто пожелает, можете тоже увидеть здесь. Вот только кончится собрание. Выйдите. А тут мы... Я свожу туда экскурсию. Он там расположился. Так. Дробусы, к вам. Вы все время меня уведомляете, в чем нуждаетесь в пище. Я не знаю. Володя, мы можем картошку давать, если потребуется? Да. Понял. Картошка. Это очень важно. Второй хлеб. Далее. Мука. Макароны разные, что там есть. Растительное масло. Сахар под вопросом, чтобы не попал в чужие руки. Маленькие. Так, есть. Повторяю, это не мое. Это мне помогали. Где-то осталось. Я беременную раздавал. А теперь я все прижимаю, чтобы вы были обеспечены. Обеспечены до октября следующего года. Иначе... Ну, то есть, чтобы ни мыши, ни крысы не поели. Позаботились об этом. То есть, с голоду уже не умрете. Деньги выдавать, я их не имею права. И это... Вам есть... В эти деньги входите. Ни рубля вы сейчас не получите. И даже забудьте про это. Только молитесь, чтобы ничего не изменилось. Я говорю, это открыто. Говорят, вот уговорите, открыто. Там нападут, отберут. Люди боятся телефон дать. Это знаете, как, что будет. Мой телефон не в тысячах, а в миллионах экземплярах распространен. Ну, терпимо. Есть хулиганы, которые звонят каждый день по нескольку раз. Но это тоже не так часто. Не бойтесь, что я открыто сказал. Нигде одни не померяйтесь. Ни к кому в дом не заходите. Никогда. Товарищ, там давай что-то посмотреть. Ни с кем по интернету не знайтесь. Никакого знакомства не заводите. Слышите? Вам оттуда не вылезти. Нигде и никак. Вот мне сколько... На меня 6,5 тысяч человек я только заблокировал. Тысяч. Это полдивизии. Я никому не отмечаю. А зачем? В наших материалах там все сказано. 13 тысяч 150 роликов. Где-то. Я затягиваю это, но прошу обо мне помолиться. Если Богу угодно продлить мою жизнь, чтобы она была не затухающая, а наоборот. В духовном поприще мы должны все выше и выше подниматься говорить. Вот у меня все. Вот у меня все. Они тоже в этом нуждаются. Мы не знаем этих людей. Они вас знают только по видео. Но тем не менее, их сердце Господь расположил. Молитесь о них и благодарите Господа, что Господь расположил их в сердцах вам. Спасибо. Спасибо, Господь. Так, далее у нас что? Как обычно. Из напьяния. Продолжение следует.